Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С тобой Петрова Дарья, а значит через пару секунд ты увидишь подборку самых свежих новостей студенческой жизни. Смотри сегодня. Бери пример с нас. В КФУ съехались студенты-активисты со всех уголков России. Какие планы Казанский университет собирается реализовать в будущем? В КФУ прошло очередное заседание ректората. Отличница, спортсменка и просто красавица. Студентка КФУ Софья Мустафина представит Казань на конкурсе Мисс Россия. КФУ давно славится насыщенной студенческой жизнью. Именно сюда съехались студенты-активисты со всех уголков России, чтобы встретиться с представителями Казанского университета и студентами. Все детали и подробности встречи смотри в нашем следующем сюжете. 6 апреля в Казанском федеральном университете состоялось открытие студенческой международной конференции «Точка зрения». Конференция собрала студентов с различных городов России. Главной темой обсуждения стало развитие студенческого самоуправления и их взаимодействие с вузами. Площадкой для проведения конференции Казанский университет стал не случайно. Ведь КФУ демонстрирует активную студенческую позицию по всей стране. Мы, администратор, очень заинтересованы, чтобы студенческое направление было сильным, авторитетным, уважаемым, потому что они помогают решать очень многие вопросы. Со студией молодежи – это, вы знаете, категория особая, очень эмоциональная, быстрая такая, энергичная. И здесь нужны, конечно, поэтому и люди, которые понимали бы ее и умели бы с ней работать. По признанию участников у казанской молодежи есть чему поучиться. Присутствует необходимый потенциал и большой энтузиазм. А их творческая работа в таких продвинутых движениях, как «Студенческая весна», «Студент года», «Школа журналистики», «Слово за нами», «Зарница» и еще многое другое вызвали большое любопытство у гостей университета. Ценный опыт работы в данных объединениях стали еще одной темой пленарного заседания. Принимая участие в жизни своего вуза, участники общественных объединений, безусловно, развиваются. Они получают знания, получают опыт, повышают свой образовательный уровень, формируются как будущие руководители. Очень важно здесь взаимодействовать с администрацией вуза, выстраивать партнерские отношения, выстраивать диалог, который положительно отражается на результатах деятельности как студенческих общественных объединений, так и развития вуза в целом. «Однозначно, развитие студенческих объединений – это вопрос, который предстоит решать студенческим активом со всех городов совместно. Более того, это остается актуальной темой не только для гостей университета, но и для всего студенчества страны. И Казанский федеральный уже готов внести в развитие студенчества не только Казани, но и всей России свой большой вклад». Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Далее ты узнаешь о самых главных и важных новостях с прошедшего ректората Казанского университета. 5 апреля в зале попечительского совета прошло очередное заседание ректората. Ректор КФУ Ильшат Гафуров начал совещание с позитивной новостью. Члены делегации научного фонда «Сколково» на встрече с президентом Республики Татарстан довольно положительно отозвались о работе Казанского федерального. «Мы были на приеме у президента нашей республики, у Ростова Наргоряча, всему тому, что делается в университете, все, что они видели за вчерашний день. И то, что у нас постепенно меняется парадигма развития университета, когда мы совместно с образовательными компонентами, с научно-исследовательскими вводим еще и элементы предпринимательских компонентов путем создания площадок для трансферной технологии». На заседании поднимали такие вопросы, как реализация проекта внедрения электронных учебников в лицеях КФУ, организация работы Клуба интернациональной дружбы, рассмотрение программ стажировок по исламскому банкингу, развитие университетской клиники. «У нас полностью, ну не полностью, пересматривается концепт по Open Lab. Мы договорились с Андреем Павловичем, что у нас будут отдельные Open Lab, ориентированные на клинику. И привлечение топовых врачей относится тоже к этой же прерогативе, но это будет идти через финансирование САЕ, которое Андрей Павлович будет определять». В ходе заседания директор Института психологии образования КФУ Айдар Калимулин предоставил отчет о добровольной сертификации профессиональных квалификаций выпускников педагогических направлений. «Тихофикация является добровольной. Мы никоим образом не имели права навязывать ее студентам. И вот в результате в целом по нашему университету заявилось 100 выпускников. Это примерно 20% от выпуска этого года». На ректорате также затронули темы публикации и рейтинга. Этим вопросам в Казанском федеральном уделяется большое внимание. Адиля Валеева, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универньюз. Самые интересные и яркие новости Рунета в рубрике «Веб-Ньюз». 13 апреля в КФУ пройдет отборочный этап международного чемпионата «Кейс-Ин». В ходе отборочного этапа в течение 10 дней участники будут решать инженерно-технические задачи. Важная роль будет отводиться экономическому обоснованию предлагаемых решений. Самые активные участники субботников в Татарстане получат вознаграждение. Для этого надо выложить свое фото с субботника с хэштегом «Эко-весна-2016» в одной из социальных сетей. Главным призом станет интернет-планшет. Ученые КФУ создадут навигационную карту для освоения Луны. Выигранный грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение вращения Луны позволит определить структуру небесного тела. В республике продолжается прием заявок в новый поток проекта Министерства экономики Татарстана и Казанского федерального фабрика предпринимательства. Участвовать могут все желающие, от школьников до действующих предпринимателей. Тотальный диктант 2016 ждет казанцев 16 апреля. Ежегодная мировая акция, направленная на привлечение населения к проблеме безграмотности, пройдет в Казани на базе трех учебных заведений. Одной из площадок станет Казанский федеральный университет. Потанинская стипендия вот уже на протяжении нескольких лет была, есть и остается для российских студентов одним из главных достижений. К этому достижению стремятся все без исключения. Ежегодно студенты Казанского федерального непременно попадают в число лучших. Каково это быть потанинцем, узнавал Александр Александров. За 16 лет реализации стипендиальной программы фонда Потанина обладателями потанинских стипендий и грантов стало более 26 тысяч студентов со всех уголков России. Для многих из них признание фонда стало настоящей путевкой в жизнь. Сегодня победителя программы можно встретить абсолютно везде. В бизнесе, науке, общественных организациях и даже в политике. В этом году семья потанинца стала больше еще на 500 лучших представителей студенчества России. И 15 из них, кстати, учатся в Казанском федеральном. Если потанинка тебя признала, значит действительно я что-то стою. И к нам еще сразу сказали, что если вы стипендиат потанинки, значит семья, что это навсегда. Вы прошли этот путь, у меня есть значок потанинского бауреата. Это очень здорово. Для меня это просто дело не в деньгах, дело именно в признании того, что я действительно смог этого добиться. И я стал потанинским стипендиатом. То есть для меня это огромная победа. И я, что значит, все делаю правильно и дальше буду стараться добиваться только лучших результатов. Если одним стать обладателем заветной стипендии, помог богатый опыт общественной деятельности, то другим достижения в науке и образовании. Динара Файсханова одна из таких. У нее за спиной не один десяток ярких выступлений на научных конференциях и форумах и не менее ярких открытий. Кстати, участие в конкурсе на соискание потанинской стипендии для нее тоже не обошлось без открытий. Для меня было новым то, что человек вносит такой небольшой вклад в большое дело. Я это знала и раньше, но для меня это было такое очень интересное осознание лично для себя. То есть ты задумываешь о себе не просто как о специалисте, как биологе, в частности, это я, но и в целом вообще, что ты делаешь для этого мира, какой добро ты несешь, какой вклад ты делаешь в развитие целого мирового сообщества. Среди стипендиатов фонда Потанина и СКФО есть и счастливчики, которые сорвали джекпот дважды. Юлия Калимулина уже побеждала в конкурсе четыре года назад. Тогда ей и ее товарищам по проекту «Гримбокс» удалось заявить о себе на всю страну. Сегодня Юля полна новых идей и планов и не терпится поделиться ими. Сейчас мне уже интереснее даже на школу я подалась, опять же, в этом году, на летнюю школу фонда Потанина, для того, чтобы ребятам молодым, которые первый раз вообще не знают, что такое социальный проект, как-то помочь. И как-то, может быть, кто-то еще такую же зеленую коробку у себя там в городе сделает, может, еще что-то. Вот, то есть сейчас моя жизнь направлена больше на тренерство, чем на участие как такого рядового стипендиата. Хочется как-то делиться своим опытом, потому что мы прошли огонь, воду и медные трубы, пока мы реализовывали проект. Кстати, как признались нам новоиспеченные потанинцы, в том, чтобы стать обладателем стипендии фонда Потанина, нет ничего фантастического. Стоит только захотеть, и перед тобой растопятся даже горы. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюс. Стереотип о том, что красота несовместима с умом, уже давно канул в лету. Примеры этому студентка КФУ Софья Мустафина. Отличница и, наконец, просто красавица, которая представляет Казань на конкурсе «Мисс Россия». Эксклюзивное интервью с первой красавицей Казанского федерального смотрите прямо сейчас. Стереотипы о глупых моделях стремительно уходят в прошлое. Пример тому Софья Мустафина, студентка Казанского федерального университета, которая не просто планирует окончить факультет политологии с красным дипломом, но еще и получает стипендию правительства России. В декабре 2015 года Софья стала первой красой студенчества Татарстана, а затем и «Мисс Казань-2016». Сейчас студентка представляет родную Казань на конкурсе «Мисс Россия». В этом году побороться за титул «Мисс Россия» хотели около 70 тысяч девушек, из которых лишь 50 прошли дальше. Претендентки на корону первой красавицы страны из разных уголков России. Каждый день конкурсантки готовятся ко дню Икс, едят низкокалорийные продукты, по несколько часов ходят на высоких каблуках, принимают участие мастер-классов от стилистов, парикмахеров и визажистов. Но даже при таком плотном графике Софья не забывает о друзьях и родном Татарстане. Нам удалось с ней связаться и узнать, что ее любимым конкурсом стало представление национальных костюмов. Впереди Софью ждет не только финал конкурса, но и написание диплома. Пока девушка проходит бесчисленные конкурсы, она успевает строить планы на будущее и даже придумать новый проект, который она собирается реализовать после конкурса. Несмотря на все свои страхи и, возможно, какое-то стеснение, вот как раз-таки эти конкурсы, они очень раскрывают. И я бы хотела в дальнейшем, если я останусь в магистратуре учиться в Казанском федеральном, устраивать конкурс и низказанский федеральный университет, чтобы она выходила на конкурс красного студенчатого республики Татарстан. Дальше на конкурс не Татарстан, если ее заметить. Потому что почему-то у нас в университете, в самом большом университете Поволжья, такой вообще глобальный университет России, у нас нет этого конкурса. Пока Софья покоряет Москву, в Казани за нее болеют не только друзья и родственники, но и родной казанский федеральный. Каждый может поддержать девушку, отдав свой голос на сайте конкурса «Мисс Россия», как это сделала наша съемочная группа. Анастасия Иванова, Универ Ньюс. У меня все на сегодня. Не забывай следить за последними новостями на канале Универс. Смотри. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!